Самое старое кирпичное здание в Звенигороде построено в 30-х годах 19 века. Долгое время исторический объект находился не в лучшем состоянии. В 19-м году выделили деньги на реставрацию. И теперь у старого манежа новая жизнь. Теперь это важный культурный объект на карте Подмосковья. Он продолжает развиваться. Каждый месяц практически открываются новые выставки, экспозиции, пополняются фондом. И реконструкция манежа – это важное событие не только, я считаю, для культуры, но и еще один повод приехать в Звенигород. Это значит, что дополнительный стимул для развития самого города и для развития туризма. Не только манеж возродился в Звенигороде, но и Спартак – стадион с истории. Теперь заниматься спортом там можно круглый год, летом – футболом, зимой – хоккеем, выйти на пробежку. И не только. Мы оставили небольшую зону для игры в городки по просьбе местных жителей, которые когда-то там в городки играли. Поэтому и Спартак, и манеж – это такие два символа возрождения Звенигорода. Преобразился ледовый дворец Армадова-Денцова. Обновили входную группу, установили новое оборудование для заливки льда и современную систему учета и контроля посетителей. В планах капитальный ремонт в Звенигородском спортивном комплексе «Звезда». Там предстоит заменить коммуникации, отремонтировать бассейн, спортивный зал, ну, по сути, все помещения. Это будет полноценный масштабный капитальный ремонт. Начнем мы его уже в этом году. Зон отдыха в округе тоже стало больше. Открыли четыре современных парка – Раздолье, Малевичи, Немчиновский и Виражи. На Лазутинке и в Захарово появились катки. В 2024 году там же, в Захарово, устроим современную спортивную зону площадью более одного гектара. И она будет в себя включать и баскетбольную площадку, и скейтпарк, воркаут, теннисные столы, и детский игровой городок. Работы должны быть завершены до сентября месяца этого года. В планах на этот год – открытие парка в микрорайоне Супонево в Звенигороде, а также начать строительство зоны отдыха в Маслово и приступить к благоустройству парка в Шульгино. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».